Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Ресурс Молд. С вами Северин и мы находимся в Кишиневе, столице Молдавии, в центре города, в сквере Кафедрального собора. Перед нами Триумфальная Арка, или как ее привыкли называть многие горожане, Арка Победы. За ней площадь Великого Национального Собрания, где установили главную елку страны, и здание правительства Республики Молдова. Мы пришли посмотреть на главную елку Молдовы, и пока мы к ней идем, немного поговорим об Арке Победы. Построена она была в 1840 году отецким зодчим Рукой Карповичем Заушкевичем в честь победы русских войск в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. На ее постройку было выделено Кишиневской думой из городских доходов 1285 рублей и 70 копеек серебром, по тем временам довольно большие деньги. Традиция устанавливать монументальные арки в честь победителей зародилась еще в Древнем Риме. Считалось, что воины, проходя через врата, как бы вновь преодолевали все пути и рождались заново, как и положено истинным героям. Этот памятник архитектуры называют также Святыми Вратами, поскольку арка находится на одной оси с колокольней и кафедральным собором. Фактически является главными воротами этого величественного храма. Не все знают, что Арка Победы в Кишиневе практически родная сестра знаменитой Триумфальной Арки в Риме. При проектировании именно ее за основу взял архитектор Рука Заушкевич. Старшей сестрой Кишиневской Триумфальной Арки и ее прародительницей является Триумфальная Арка Императора Тита в Риме. Она была построена вскоре после его смерти в честь победы над Иерусалимом и явилась моделью для многих Триумфальных Арок Нового Времени. Старое название Кишиневской Арки – Святые Ворота – в советское время ее называли Аркой Победы. Из центра города, около Триумфальной Арки, городская мэрия решила убрать все аттракционы, оставив только поездку на лошадках и детских машинах, так как только здесь достаточно пространства для езды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Новогоднюю красавицу в Кишинев доставили из Ивана Франковского, из окрестностей популярного украинского горнолыжного курорта Буковель. В Кишиневской мэрии сообщили, что им не удалось найти елку нужной высоты, поэтому ее решили купить в Украине. Исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду, пока бывший мэр Дарин Киртаке находится под домашним арестом по подозрению во множественных хищениях, утверждала, что сама нашла новую елку и лично подписала контракт с ее владельцем. Покупка ели высотой почти 30 метров обошлась городскому бюджету в 15 тысяч леев, а сама перевозка в 13 тысяч. Из Ивано-Франковской области ее везли на автоприцепе, и якобы перевозивший елку-грузовик застрял на мосту в Украине, поэтому рабочим пришлось срезать несколько веток. Новогоднюю елку в центре Кишинева установили 2 декабря. Ее внешний вид вызвал огромную волну негодования у местных жителей. После скандала мэр Кишинева пообещала установить новую елку за собственный счет. И новую елку высотой 19 метров, а не 30, срубили на территории бывшего детского сада в Новоаненском районе. Это к слову о том, что в последнее время многие садики в всей республике закрываются. Бульвар Штефан Челмари – это главная улица города Кишинева. Протяженность почти 4 километра. Назван бульвар в честь молдавского господаря Штефана Третьего Великого. Челмари переводится с молдавского как «великий». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова